Давайте начинать, да? Я надеюсь, что нам когда-нибудь покажут что-нибудь на экране с ноутбука, но постараемся вначале без него. Зовут меня Николай Андреев, представляю я математический институт на Минстиклова Российской Академии Наук, некая организация, где там 100 взрослых дяденек сидят и доказывают теорему по математике. Ну, я вам не обещаю, что мы дойдем сегодня к недоказанным теоремам, но какие-нибудь интересные вещи, надеюсь, показать. Давайте мы со времен давних начнем, пока у нас нет ноутбука. Поднимите руку, кто помнит, что проходил в школе теорем Пифагора. Хорошо. А оставьте руки тех, кто помнит, что это такое. Так, ну давайте вы нам скажете. Да. Сумма квадратов катится равна квадрату гипотенузы. То, что Пифагоровы штаны во все стороны равны, это вы, наверное, слышали, да? А геометрическая интерпретация у вас перед глазами. Что такое квадрат гипотенузы? Это площадь квадрата, построенного на гипотенузе. То же самое с катетами. И если кому-то из вас после лекции удастся переложить все пять частей сюда без зазоров, так, чтобы доказать, что... Я большую не хочу класть, чтобы вам не подсказывать. Чтобы доказать, что эта площадь равна сумме этих двух площадей, то, во-первых, он проиллюстрирует теоремию Пифагора, ну а, во-вторых, получит какой-нибудь подарок. Там сумка с подарками есть. А поднимите теперь руку, кому хоть раз в жизни теоремия Пифагора понадобилась. О, как круто. Зачем? Да. Только давайте громче, чтобы все мы слышали. Подождите, ну отвечай же, человек. Да, хорошо. Даже у Магнийского, это первая книжка по математике в России, 1703 год, есть задача, что у вас башня такой высоты, лестница такой длины, насколько вам нужно от низа, от башни отвезти, чтобы долезть там. Хорошо, да. А еще кому, когда по теоремии Пифагора понадобилось? Настройки там никакие не надо. А? Еще, теоремии Пифагора кому понадобилось? Давайте я спрошу, ну давайте вы нам скажете. Грядку на даче размерить. Грядку на даче размерить. Давайте я вам спрошу совершенно отвлеченный, казалось бы, вопрос. Вы стоите в поле, зрение у вас еще хорошее, погода хорошая. Как далеко вы видите, как далеко от вас расположена линия горизонта? Это там 5 километров, 10 километров, 100 километров. Кто считает, что порядка 5 километров? Есть такие? Хорошо, порядка 10. Так, ну порядка 50 километров. Хорошо, и порядка 100 километров. Ну, вот оказывается, на самом деле, ничего, кроме теоремии Пифагора, пока нет ноутбука, я что-то буду иногда рисовать, ничего, кроме теоремии Пифагора, нам не нужно. Земля для такой оценки может считать, что это шар. Так, где-то вы стоите, и что же вы видите? Вы видите вдоль касательной, до пересечения касательной, здесь у вас радиус можно восстановить, вот у вас, собственно говоря, естественный прямоугольный треугольник, да? Любой из вас может записать теоремию Пифагора для этого прямоугольного треугольника. Это мы знаем, это мы знаем, осталось найти и откатить. Если вы запишите теоремию Пифагора, то вы получите, что расстояние до горизонта примерно равно корню из удвоенного радиуса Земли на ваш рост. Радиус Земли сколько примерно? 6,4, да. Подставив еще ваш рост, вы получите примерно расстояние до линии горизонта 4,5-5 километров в зависимости от вашего роста. Нет пока, да? Жалко. Хорошо, давайте... Да, ну, пока нет ноутбука, давайте я не собирался про это рассказывать, чуть более математическое. На самом деле, вот в середине 19 века математики доказали, что... Почему мы можем такую головоломку сделать? Потому что математики доказали, что если на плоскости у вас есть два равновеликих многоугольника, равновеликие это какие? Равные по площади, то они всегда равно составлены. Один из них можно разрезать на часть, так, чтобы собирался второй многоугольник. На примере этой головоломки вот у вас один многоугольник, вот второй, и действительно разрезаны так, что можно переложить в составе. Ну и раз на плоскости есть эквивалентность равновеликих и равновеликих составленных, любое доказательство про площади вы можете делать с помощью перекладывания фигурок. Ну, например, вот... Кто помнит, чему равна площадь параллограммы? Давайте в детстве вспомним, пока нам не дают. Одна, вторая там нету. Да, собственно, единственное, что мы знаем, ну, там сверху мы умеем, там, нам дано считать площадь квадрата или прямоугольника, да? Можно переложить, получить прямоугольник, ну и уж прямоугольник мы как-нибудь посчитаем. Здесь была сторона, здесь основание, да? Ну, трапеция, площадь трапеции, да, полусумма на основании на высоту, как это доказать? Ну, на самом деле, я опять же могу свести к чему-то более простому, площадь чего уж, вы поверьте, я умею считать, да? И проанализировав, в какие стороны, собственно говоря, получить все, что мне нужно. Хорошо. Какие... Давайте я попытаюсь продолжить без ноутбука, пока нам его не сделали. У меня листочек А4. О, спасибо большое. Давайте я открою-таки, начну листать уже книжку. Я вот буду листать вот такую вот книжку, математическую составляющую, которую наша лаборатория выпустила, которая рассказывает о том, какая математика вокруг нас бывает. У меня листочек А4. Кого соотношение сторон в этом листочке? А? Золотое сечение в жизни не встречается. Ну, вернее, в жизни может встречаться, в математике почти не встречается. Корень из звука нам правильно говорят. Зачем? Зачем люди выбрали такое отношение? Чтобы делить сладу удобно пополам и состоять? Хорошо. Вот нам говорят, чтобы мы сложили листочек пополам и получили листочек с таким же отношением сторон. Зачем это в жизни нужно? Какого? Вам удобно спать на нем там или что с ним делать? Какого удобства? Ну, на самом деле, не транспортировка, а изготовление макета. Если вы сделали макет на А4, то вы можете его отксерить, например, в А5. Когда вам сказали идею, то любой из вас может посчитать, собственно говоря, соотношение сторон. Любой из вас может посчитать соотношение сторон и убедиться, что это действительно корень из двух. Вот форматы в бумаге, отвечающих такому соотношению, три штуки. Формат А, формат Б и формат С. Устроены они одинаково. У вас есть нулевой базовый лист, половинка от него первый лист, половинка от половинки второй. Ну и так, поехали дальше. Различаются они тем, как выбирается базовый лист. Вот в формате А, к которому мы все привыкли, базовый лист выбирается с того соображения, что его площадь равна ровно квадратному метру. Покупали когда-нибудь офисную бумагу? Площадь, не площадь, это плотность какая? 80 грамм на метр квадратный. Значит, листочек А нулевой у нас весит 80 грамм. А листочек А4 сколько весит? Неправда, не 10. Как еще? Я считать не умею, вы почитайте. Не, ну-ну-ну. 5 грамм нам правильно говорят. В пачке у нас 500 листов, и вот у вас уже есть знание, что 250, ну, 2,5 килограмма весит пачка. Окажется, в лесу с кучей пачек сможете что-нибудь взвесить. Более житейская задача, для которой нужно знание математики. Вы хотите листочек А4 от ксериц в листочек А3. Сколько процентов на ксероксе вам нужно поставить? Ну, такая задача, которую вот секретарши каждый день там подбором делают. А зная математику, можно сразу сказать. 400. Неправда. 200 тоже неправильно. А? Ну, если уж так точно, можно даже чуть больше, чуть точнее сказать. У вас не так много на экране чисел, чтобы не угадать. У вас коэффициент масштабирования корень из двух. Да, и, соответственно, вам нужно поставить 141%. А если вы хотите листочек А4 от ксериц в листочек А5, сколько процентов на ксероксе надо поставить? 2. 2%? Маловато будет. 70. 70. Единица на корень из двух. А единица на корень из двух кайф в том, что этот корень из двух пополам, и уж как-нибудь мы 140 пополам поделим. Вот вам пример того, что, зная какую-то математическую составляющую объектов, которые вокруг вас, можно что-то довольно-таки быстро делать. Кстати, формат B в своей жизни встречали где-нибудь? Он определяется тем, что длина нулевого базового листа равна ровно метру. Где-нибудь в жизни встречали формат B? Нет, не конверты. Вот почти у любого из вас есть, но если не в кармане, то, по крайней мере, дома что-то формата B7. Деньги нет. Ну, не у любого есть дом деньги. Еще какие? Паспорт, да. Вот по международному соглашению паспорт имеет формат B7, 125 на 88 миллиметров. Кто захочет, может прийти домой и померьте. А мы с вами давайте пойдем дальше. И давайте к следующему сюжету перейдем. Давайте мы какой-нибудь фильм посмотрим. Я кроме книжки буду еще листать такой сайт математические этюды, который мы делаем. Давайте посмотрим вот этот фильм. Поднимите руку, кто ни разу не видел такого устройства. И держите, чтобы вам стыдно было. Вы ни одной машины не видели и на велосипедах тоже не катались? Как называется? Катафот. А, кстати, какого рода в русском языке это слово? Катафот, катафота, катафотина. Кто считает, что мужского катафота? Хорошо. Кто считает, что женского катафота? Так. Кто считает, что среднего? Он бы как тогда звучал? А? Так. А сколько родов в русском языке считают те, кто ни разу не поднял руку? Хорошо. Вы смеетесь. На самом деле нетривиальный вопрос. На самом деле вот понятие подвеш, там, род, склонение, это очень математические понятия. Эта эквивалентность на словах, какие вы слова в одну кучу кладете, какие слова в другую кучу кладете. В зависимости от того, как вы будете эту эквивалентность определять, вы будете получать разное число классов. Я не буду долго углубляться, скажу только то, что впервые точно понятие падежа сформулировал великий российский математик Андрей Николаевич Калмогоров в 20 веке. Вот лингвисты чем-то пользовались, а тем не менее формального определения не было. Давайте я в качестве доказательства вам покажу некую книжечку. Ну, вернее, две странички из книжки. Я не буду сильно увеличить. Как вы думаете, по какой науке эта книга? Давайте я вам чуть-чуть пролистаю. Вот теорема 2. Для простой матрицы М, минимальная резолютирующая матрица М штрих. Линейная алгебра. Хорошо, давайте я вам титул этой книжки покажу. На самом деле, кто ни разу... Математика, она основа многих наук, в частности, лингвистике. Кто ни разу не смотрел великолепнейшие лекции Андрея Анатольевича Залезняка, найдите в интернете. Можно найти. У него есть лекции про бристиные грамоты и какие-то другие лекции по лингвистике можно найти. Вы увидите, что на самом деле у него очень математическое мышление. И, собственно, вот он когда-то сделал обратно, то, что называется обратный словарь русского языка, делал его из лингвистических потребностей. А когда пришли к компьютеру, то выяснилось, что поиск в русском языке, все Яндексы и Гуглы, как раз основываются на обратном словаре Залезняка. Но это так отступление в сторону. Катафот мужского рода слова в русском языке, а по науке он называется уголковый отражатель. Давайте, прежде чем жить в пространстве, поживем на плоскости. И возьмем два зеркала под углом в 90 градусов. Если вы направите лучик на них, то после отражения от одного и второго зеркала луч идет параллельно там направлению, откуда он пришел. Как это доказать? Вот вы в школе учились? Вас должны были научить, что в математике ничего опытом проверить нельзя. Вы что-то одно усмотрите, он что-то другое усмотрит. И как потом кулаками доказывать? Вот математика классна тем, что рассуждением можно другого убедить. Собственно, это основное значение. Значение, да? А как доказать-то? Построить на основе прямоугольного треугольника какие-то улучшенные моменты. Ну, поанализировать. Значит, надо вспомнить закон отражения в зеркале. Угол падения равен углу отражения. Вы в каком классе этот закон выучили? Помните? Классный. Да. Откуда зеркало со своего рождения знает этот закон? Девушки у нас пользуются зеркалами? А? Пользуете? Представляете, как зеркало устроено? А? Оно работает. Это все, что надо. А вот как раз мой призыв к вам заключается в том, чтобы вы все-таки понимали, как оно работает. У вас есть стекло. И сзади нанесено, ну, в лучших домах Парижа, серебро, да? Что происходит с атомом серебра, который получает энергию? Там электрончики перепрыгивают с одного уровня на другой, и в какой-то момент атом излучает во все стороны. И про какой закон угол падения равен углу отражения никакой атом, в принципе, не знает. Почему вдруг зеркало в целом работает по этому закону? Это действительно правда. Кто захочет, вечерком дома залезет в интернет и посмотрит. А у нас сегодня на это время не хватит. Действительно, вспомнив закон, проанализировав уголочки, вы можете это доказать. Если вы хотите в трехмерном пространстве то же самое, то надо взять три взаимно-перпендикулярных зеркала. И после отражения от всех трех зеркал луч идет параллельно тому направлению, откуда он пришел. Когда вы сейчас поедете назад на своих машинах, помните, что весь свет, отраженный от катафота, возвращается обратно к вам же. Те, кто идут справа и слева, они могут не видеть отблеска от катафота. Понятно, что на одном уголочке много не отразится. Делают наборы уголочков. И вот этот очень известный, он был на аппарате, который старшее поколение хорошо знает. Луноход, да. Давайте старшее сейчас поколение помолчит, а я обращусь к присутствующим здесь, выжившим после предыдущей лекции детям. А в каком году луноход прилунился на Луну? Дети. Ну хорошо, студенты тоже подходят, они уже это не застали. Смотрите, вот когда вы не знаете какое число, которое вам надо узнать, вы можете попробовать провести оценку. Оценку сверху, оценку снизу. Если совпадут, вы в точности будете знать число. Если не совпадут, будете представлять интервал для этого числа. Ну, к чему можно привязаться? СССР написано. СССР у нас когда развалился? В 91-м. Хорошо. А помнят ли эти студенты, в каком году образовалась СССР? Ну, опять же, для тех, кто хочет, может вечерком прийти и вспомнить в интернете. Но нам это даже не нужно. Мы нижнюю оценку можем существенно улучшить. Первый искусственный спутник полетел у нас в 57-м году. То есть между 57-м и 91-м. Ну, уже чуть-чуть представляем. На самом деле, давайте прилуним и вспомним, что произошло это в ноябре 1970-го года. И на луноходе были уже установлены уголковые отражатели. Как вы думаете, зачем? Свет. Свет, что? Свет, что? Свет, что в качестве связи отражает умение и безумие, он, соответственно, мог пошли в контакт с центром управления. Ну, еще скажите, что ему так команды передавались, да? Как вот нам правильно где-то там говорят? До сих пор продолжающийся эксперимент по лазерной локации Луны. Вы из своей обсерватории посылали в нужную точку лазер. Кайф в том, что возвращался обратно к вам же. И по всяким задержкам расстояние до Луны сейчас меряют с точностью до нескольких сантиметров. Кстати, вспомним, сколько вообще расстояния до Луны? Ну, порядок. 380, там примерно тысяч километров, да? Давайте мы с Луны, с этих 380-400 тысяч спустимся на Землю и прицепим катафот на самый-самый обод колеса. И проследим за его траекториями. Получившиеся кривые называются циклоидами. Многие историки науки 18-й век называют веком циклоида, потому что из исследования ее свойств родилась масса интересного. А мы в веке 21-м давайте пересядем на что-нибудь более современное. И вот в протекторе нашего байка, он сейчас засревает камушек. Он несколько оборотов делает с колесом и потом вылетает из колеса. Вопрос, который сейчас нас будет интересовать, когда он вылетит, куда он полетит? Полетит ли он против направления движения или же по направлению движения? Кто считает, что полетит против направления движения? На самом деле от момента почти ничего не зависит. Итак, кто считает, что против направления движения? Хорошо. Кто считает, что по направлению движения? Что считают все остальные, да, стандартный вопрос. Итак, еще раз, кто считает, что против направления движения, руки поднимите? Хорошо, и кто считает, что по направлению движения? Ну, давайте смотреть. Куда он полетел? По направлению движения. А куда летит тело, которое было связано с некоторой траекторией, и в какой-то момент теряет с ней связь? По касательной, проведенной в точке отрыва. Вот, оказывается, за исключением очень малого числа точек, вот этих точек множество мер ноль можно не учитывать, да? Во всех остальных точках касательная к циклоиде направлена по направлению движения. То есть, как я и говорил, от точки почти не зависит. А теперь поднимите руку, кто считал, что полетит против направления движения. И держите, чтобы я видел. Молодой человек, вы на велосипеде катаетесь? В мокрую погоду катаетесь? Отпускают родители? И? Да, вот мамы знают, да. А вот вам пример того, что вы прекрасно знали ответ к этой задаче. И мой призыв к вам заключается в том, чтобы вы не различали жизненный опыт и математику, потому что математика изучает как раз жизнь, а не что-то там другое. И зачастую вы вначале из жизненного опыта, из научного опыта догадываетесь до ответа, а потом уже пытаетесь доказать этот ответ математически. Ну а мы с вами давайте пойдем дальше. У нас метро есть в Казани, да? Давайте на метро покатаемся. На самом деле все равно на железнодорожном транспортное метро, и по стратегическим соображениям подвеска устроена одинаково. Вопрос, который сейчас нас будет интересовать, как поворачивать поезда метро? Почему вдруг на лекции про математику может возникнуть такой вопрос? Какую проблему вы видите? Да, вот нам молодой человек абсолютно правильно говорит. Сейчас мы выйдем наверх и увидим основную самую проблему математическую. А именно, ну давайте уж дождемся, когда доедем, чтобы не прерываться. У вас, если вы посмотрите на поворот сверху, то радиус внешнего рельса больше, чем радиус внутреннего рельса. И, соответственно, путь, который проходит внешнее колесо, больше, чем путь, который проходит внутреннее колесо. А в отличие от автомобилей, у железнодорожных составов нет дифференциала. Нет устройства, позволяющего вращаться колесам с различной угловой скоростью. Итак, у вас есть проблема. Вы хотите, чтобы колеса проходили разный путь, не было проскальзывания, и они вращались с одинаковой угловой скоростью. Как решить эту задачу? Наклонить кого? Рельсы наклонить. И что это вам даст? Их действительно чуть-чуть наклоняет, но не ради этого. Вы, если наклоните, то все равно у вас радиусы будут разные, вам от проблемы не избавитесь. Как нам правильно говорят, вот там с галерки, да, колеса имеют форму конуса. Действительно, давайте мы рассмотрим конические колеса, они жестко сцеплены друг с другом, а рабочая поверхность рельса – это просто дуга окружности. Если бы рельсы стояли так вертикально, они бы испытывали лишние напряжения, поэтому их поворачивают внутрь, но сила реакции опоры перпендикулярно поверхности. И вот у нас с вами хорошая моделька. Давайте посмотрим, что же происходит с колесной парой в повороте. Что происходит? Смещается, да. Прежде чем обсуждать, собственно говоря, зачем, давайте посмотрим, как устроен сам поворот. У вас есть всегда прямое вхождение в поворот, есть кусочек переменного радиуса, переходная кривая называется, и кусочек постоянного радиуса, просто кусок дуги окружности. Почему нельзя сразу дугу окружности приклеить к прямой? Чем это плохо? Нет. Кто у нас сюда на машинах приехал? За рулем. А? Нет. Ну, представьте, что вы водитель. Вы едете по прямой, и в какой-то момент вы выезжаете на стык с другой окружностью. Что вам придется сделать? Притормозить всегда полезно, но здесь чуть другое. Вам нужно резко повернуть руль, так в жизни не бывает. Вы можете только, ну, какое-то время вам понадобится. Вам нужна, ну, не говоря уже о том, что техника будет испытывать всякие перегрузки, и вы сами, и так далее. Вам нужна кривая, которая с нулевой кривизны сводит вас на заданную кривизну, какой вы хотите сделать развязку. Оказывается, такие кривые бывают. Называются они спирали корню. Кто хочет, посмотрит в интернете опять вечерком. Ну, смотрите, нам сейчас отметят окружность касания. Действительно, вот вы как будто бы получаете колеса переменного радиуса. Простейшая геометрическая идея. Работала в 19 веке, работала в 20 веке, и ваш компьютерный айфонский век работает, на самом деле, все та же геометрия. Вы скажете, что колеса выглядят по-другому, но, как я уже сказал, это моделька. Модель обращает ваше внимание на то, что нужно показать, лишние подробности скрывает. Вот так вот выглядит колесо в жизни. Рабочая поверхность – это склейка из двух конусов. Но есть еще реборда. Рабочая поверхность рельса – это склейка из дуг окружности. У вас всегда в работе одна окружность и один конус. Так что наша моделька была хорошая. Вот, кстати, колесная пара, как вы думаете, сколько весит? Давай, самый молодой, говори. Ну так, по ощущениям. Килограмм 16. А ты сколько весишь? Она больше тебя и из железа. Значит, вот одна колесная пара весит ровно тонну. Да, вот две колесные пары накрываются тележкой. Под каждым вагоном вам две тележки. И вот вам несколько тонн катается. И плюс геометрия позволяет поворачивать поезда. Хорошо. А в вашей жизни конус где встречается? Где в вашей жизни встречается конус? А? Бокал. Ну, пожалуйста, сеченый конус. Пластиковый стаканчик. Пластиковый стаканчик. Здесь подсказка стоит, не случайно. На самом деле, давайте вспомним для начала про жестяные ведра. Почему их делали в форме усеченного конуса? Чтобы не спрашивать, что надо было друг друга. Значит, на самом деле, начать надо все-таки из-за другого. Эту поверхность легко сделать из плоского листа бумаги, да? Из плоского листа бумаги с ворачиванием я могу сложить не так много поверхностей. Один из них цилиндр, а второй это, собственно, как пулёк мы делаем конус, да? В действительности, ничего другого разумного получить вам и не удастся. Чем конус лучше, чем цилиндр? Ну, ровно тем, что нам сказали сверху, что если вы делаете изделия из одних и тех же заготовок, то цилиндрические вы бы не могли складывать друг друга, а конические вы можете складывать и перевозить. Сейчас уже, как нам правильно говорят, пластик. И пластиковые стаканчики, ну, какая разница, как делать? Ну, во-первых, у конуса есть классное свойство, а это поверхность вращения. Я, когда кладу один в другой, я могу не задумываться о том, как это позиционировать. Но на самом деле, даже в современном пластике осталось, в пластиковом вот мире, всё равно геометрия играет роль. Ни у кого нет ножницы, случайно? В дамской сумочке ни у кого нет? Есть, да? Кто нам сказал про... Ну, иди уж сюда, ты раз что-то это... Да, мы с тобой экспериментируем. Вас как звать? Ильяс. 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 Вам удобно будет пользоваться таким стаканчиком? Спасибо большое. Да, наверное. Хорошо. Давайте я отрежу верх этого стаканчика. А вот таким стаканчиком удобно будет пользоваться? Смотря для чего. Ну, пить из него. Для этого. Почему? Ну, во-первых, там поместится гораздо более-менее. Ну, я мог того же уровня сделать. Да, хорошо. Ну, ровно так же. Ровно так же. Ну, давай ещё раз. Неудачный эксперимент. Потрогай вот этот стаканчик, да? Ну, вот сюда потрогай его, да? И попробуй вот этот стаканчик. Ну, этот жестче. Этот жестче. Почему? Почему невозможно пользоваться вот таким стаканчиком? Потому что конус – это изгибаемая поверхность. Если вы сделали из тонкого пластика, то вы её можете изгибать. За счёт чего обычный стаканчик жесткий? Какой формы? Что значит кольцо? Кольцо – это что-то плоское. На самом деле, ну, вот нам правильно здесь говорят, кусочек тора. Знаешь, что такое тор? Да, представляю. А? Химический элемент сейчас. Тор – химический элемент. Так тоже бывает. Значит, это поверхность бублика. Вот с дыркой есть бублики, бывает. Не знаю, в Казани бывает, да? Вот тор – это неизгибаемая поверхность, в отличие от конуса. И даже кусочек тора тоже будет неизгибаемым. Вот если ты попробуешь, то вот этот остался жесткий вот здесь. Попробуем? Да, да. Ну, а давайте мы молодому человеку, за то, что мы его сегодня уже несколько раз дергали, что-нибудь подарим. А ему за что хлопаете? На самом деле дарю не только ему, а всем вам два знания. Первое – это, собственно, знание про эту модельку, а второе – знание про некую книжку, которую я чуть позже скажу. Что такое… Вы какой класс? Девятый. Девятый. Что такое правильные многогранники, уже знаете? Ну, не должны еще. Значит, их всего пять – это многогранники, у которых все грани одинаковые, правильные многоугольники, все двугранные углы равны. У меня в руках две одинаковые картонки. Они действительно одинаковые, каждая состоит из шести правильных пятиугольников. Что такое «додекс» по-древнегречески? Это сколько? А «доды» – это сколько? Ну, «доды» должен знать. Да, 10, а «додекс» – это 12. На самом деле вот у меня действительно два раза по шесть правильных пятиугольников. Что я сделаю? Я… Только я положу микрофон, чтобы удобнее было. А меня, в принципе, так слышно сзади или нет? А давайте я не буду с ним мучиться тогда. Я одну картонку поверну относительно другой, и резиночку, когда порвется, это просто резиночка канцелярская, натяну через за один уголочек. Один сверху, один снизу. Если я сейчас подброшу, то я получу вот многогранник, который называется… Как он называется? Тебе уже все сказали. Называется он «додекаэдер», да? «Додекс» – это по-древнегречески 12. Ну, любой из вас может такую модельку сам сделать. А я вам хочу напомнить про одну книжку. Вот впервые на русском языке идея такой модельки появилась в книжке Гуга Штейнгауза «Математический калейдоскоп». Она впервые на русский язык переводилась у нас в 1949 году. Потом было масса переизданий, вы в интернете легко это найдете, а это вам. Садись. Ну, и давайте, чтобы уж про конус закончить. Там много чего есть. Сегодня у нас времени мало, у нас всего час. Про конус закончить. У кого есть… Кто у нас… Есть ли здесь молодые родители? Мамы, папы? Есть, да? У вас сколько ребенка? Четыре. Давайте я вас научу одной хорошей вещи. Вот представьте, что ребенок не хочет пить лекарство, микстуру жидкое. А вы хотите, чтобы он выпил. Что нужно сделать? И чем вам математика может помочь? Да, вот. Помоложе еще без детей, он говорит, вот конус, воронка, да. Это жесткий способ. Мы так не пойдем. Но на самом деле, вот конус, конечно же, здесь при чем. Давайте я обратно открою книжку. Вы действительно можете налить микстуру в конический фужер. И договориться с ребенком, он еще математику плохо знает, заодно узнает, что он выпьет половину. Там, вы хотите, чтобы он… Любой нормальный человек половину воспринимает, как половину по высоте, поверьте. Это изображено на средней картинке. Как вы думаете, сколько он выпьет? Больше, чем две трети. Сколько? Семь восьмых. Да, вот на оставшуюся одну восьмую часть, можно не обращать внимания, он там выплюнет по пути больше, да. А вот половина по объему показана вот на правой картинке. Это всего лишь одна пятая по высоте от основания конуса. И когда вы теперь будете приходить… Я вас испортил, Жень. Когда вы будете приходить в ресторан, и вам что-то будут наливать в конический фужер, а сверху склазь лимончик, посыпать сахаром, то вы уже прекрасно понимаете, что небольшой недолив в конус по высоте, он, в общем-то, хороший бизнес. Вот, на самом деле, опять же, пример того, что если чуть-чуть знать какие-то основы… Смотрите, я ничего сегодня из высшей математики вам не рассказываю, всю простейшую математику, которая в школе проходится. Если представлять какие-то такие вещи, то вам будет интереснее жить. Ну, давайте в подтверждение… Долго мы с ноутбуком промучились, но ладно. Кто на чем-нибудь играет музыкальным? На чем? Гитара. Гитара. Что такое октава? Октава? Да. Нота с два до того, получается. Курс. 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 Нам вот вы… Вы кто по образованию? Математик. Математик, да. С точки зрения музыки, математики и всего остального октава определяется одинаково. А именно это интервал, характеризующийся тем, что частоты нот, составляющие октаву, различаются ровно в два раза. Люди дергали струну, дергали ее часть и смотрели, когда одновременно это приятно звучит для слуха. И выяснилось, что самое приятное – это унисон, а дальше по приятности взять половину струны вместе с основной, это будет октава. Итак, мы с вами знаем, что октава – это ноты, различающиеся по частоте ровно в два раза. Давайте я чуть отвлекусь и спрошу вас, сказал бы, совершенно другой вопрос. Сколько у нас длинных по 31 день месяца в году? Понятно, что примерно половина, да? Сколько? Вот кто-то говорит 7, кто-то говорит 8. Давайте я вам покажу картинку, после которой, я надеюсь, вы запомните. Оказывается, удивительный факт, что количество длинных месяцев в году и количество белых клавиш, составляющих на рояле октаву, одно и то же. А самое интересное, что чередование белых и черных клавиш на рояле ровно такое же, как чередование длинных и коротких месяцев в году и ровно такое же, как костяшек там вот у вас на пальцах. На самом деле, понятное дело, что это не случайно, да? Про это мы сегодня говорить не будем, но, кстати, скажу, что вот эта картинка впервые появилась в журнале «Квант». Поднимите руку, кто хоть раз в жизни журнал «Квант» держал. А зря. На самом деле, хороший журнал, до сих пор живет. До сих пор живет ведь. Можно подписываться. Вот эта картинка впервые появилась там в статье будущего филдского лауреата Максима Концевича, но это я уж не буду говорить. Давайте вернемся к теме. Итак, у вас октава — это интервал, что-то нот, которых различаются ровно в два раза. ля первой октавы и ля второй октавы. У вас, если у ля первой частота f, то у ля второй октавы частота 2f. Как устроена последовательность частот нот между внутри октавы? Каждая же отличается во сколько-то раз, на полный тон, либо на тон. Вот молодой человек правильно говорит. Еще раз скажите нам. Каждая следующая частота отличается во сколько-то раз в привык. В том, что он сказал, есть, во-первых, очень глубокая вещь. Он почему-то говорит во сколько-то раз, а не на сколько-то раз. Почему? Ну, потому что на правильной гармонике содержится еще. Подождите, дайте. Гармоники, конечно, содержатся, но к вопросу в мультипликативной или в аддитивной шкале мы живем это не относится. На самом деле, поднимите руку, кто не знает, что такое логарифм. Какая хорошая аудитория. А что здесь я делаю, если вы все знаете? А он уже сдох, да? Вопрос повторить. Кто не знает, что такое логарифм? Вот на самом деле, мое утверждение, что вы, ну если не знаете, то умеете пользоваться. Вот оказывается, как вот нам говорили в предыдущей лекции, наш ум, он почти все входящие, входящие раздражители логарифмирует. Ну, давайте простой пример. Вот у нас здесь есть сколько-то лампочек. Если я сейчас прибавлю одну лампочку, вы сильно заметите изменение освещения? Нет. А если я увеличу в два раза? Да, то есть если я две лампочки, лучше сказать, прибавлю, не сильно заметите, а в вы заметите. Если вы слушаете какую-то музыку на своем плеере в своей техкомате, вы ее как-то слушаете, вам нравится. Если вы ходите в шумную комнату, то для вас это уже гораздо меньшая громкость. Вот ваш плеер как звучит. На самом деле, вот действительно, наш мозг логарифмирует многие из приходящих вот раздражителей, в том числе и громкость, и звук там. А раз логарифм, то значит возникает во сколько раз. Вот молодой человек абсолютно прав. А вторая вещь, которая удивительна, то, что в равномерно темперированном строе, вот как правильно сейчас настраивать рояль, зашита геометрическая прогрессия, та самая геометрическая прогрессия, которую вы проходите в школе. У вас есть первый член, извините, у вас есть первый член, ну обычно берут ля первой октавы. А дальше у вас возрастающая геометрическая прогрессия вправо с некоторым знаменателем Q и убывающая геометрическая прогрессия с знаменателем единиц на Q в другую сторону. Чему равен знаменатель Q? Ну, корень из двух в какой-то степени. Да. В какой школе учите, молодой человек? В 12-й. Это хорошо. Завтра у вас лекции еще почитаем. Корень 12-й степени из двух. Почему? Вам за 12 шагов по геометрической прогрессии надо частоту увеличить в два раза, да? Октава — это 12 шагов по геометрической прогрессии. Соответственно, корень 12-й степени из двух. Кто, давайте я неаккуратно поступил, кто не помнит, что такое геометрическая прогрессия? Все не помните, да? Мы вам сейчас напомним. Ну, во-первых, это последовательность чисел. Ну, формально, каждая предыдущая отличается от следующего ровно на одно и то же число, которое фиксировано, называется знаменатель. Но даже если вы это не помните, вы наверняка помните легенду об изобретении шахмат. Помните или нет? А? Зернышки. Зернышки. Значит, что за легенда? Индийская? Ну, давайте вы нам скажете. Из Индии? Из Индии, из древней Индии. Из древней Индии. Да. Мы сейчас иллюстрируем геометрическую прогрессию. Ничего более. Ну, вообще не математика, а мудрец Сесса, да? Мудрец. Куда пришел? Нет, он мудрец правителю... Ну, царю. Царю, да. Шраму. Да. Ну, так каждый раз в два раза больше, да? Что выяснилось? Да. Вот оказывается, что геометрическая прогрессия настолько быстро растет, что на всей земле не хватит за несколько тысячелетий урожая, чтобы столько зерен набрать. А всего-то 64 шага. Ну, если бы даже мы построили, формально построили такую модель, да, то ждать нам бы было долго, да? Поэтому разрешите, мы не будем досмотреть этот фильм. Легенда эта ходит по Европе с 17 века, когда перевели некие арабские труды. Вот уже в 21 веке придумали еще одну идею, как можно скорость геометрической прогрессии демонстрировать. Скорость роста или скорость убывания. Давайте я возьму шестеренки. Каждая зацеплена за предыдущую, и понижающее число 10. Если у меня первая шестеренка сделала 10 оборотов, следующая сделала всего один оборот, следующая одну десятую и так дальше. Вот оказывается, небольшого числа шагов по геометрической прогрессии, здесь их всего 13. Достаточно для того, чтобы последнюю шестеренку можно было вмонтировать в стену, и она никогда не провернется. Вот первая шестеренка здесь вращается примерно со скоростью 3 оборотов в секунду. Давайте посмотрим, что же будет через некоторый продолжительный промежуток времени. Обращу внимание родителей. У меня довольно много лекций про Россию, уже 4 прошло здесь у вас в Казани за эти 2 дня. Когда детей, спрашиваешь, где вы встречали такую фразу? Как вы думаете, что можно услышать в ответ? Лучшие – это фильмы. Бывают мультфильмы, бывают комиксы. До книжек не доходим ни на какой лекции. А это вот обращаю внимание родителей. Теоремия Пифагора – это уж десятый вопрос. Но когда общего образования довольно мало, то возникает некий дискомфорт. Так вот, через 10 лет непрерывного вращения первой шестеренки вы увидите, что здесь она сделала почти 900 миллионов оборотов, а последняя так чуть-чуть, да, даже на одну тысячную еще не провернулась. Опять же, можно сделать самим. Прежде чем перейти обратно к музыке, как еще можно продемонстрировать скорость роста геометрической прогрессии? Да, я подсказку взял в руки. Оказывается, вот всего 42 раз, если бы вы могли сложить 42 раза, достаточно для того, чтобы из тонкого-тонкого листа бумаги толщина превратилась, вот стопки превратилась больше, чем до Луны. Всего 42 раза. Сколько, возвращаясь к музыке, сколько нот у нас в стандартном рояле? Сколько клавиш? А? 88 обычно считается, да? Ну, 70 копейками октав. Почему больше не надо? Почему не делают 150? На самом деле, вот действительно, геометрическая прогрессия настолько быстро растет, что вы за 88 шагов проходите более-менее весь интервал, комфортный для человеческого слуха. Что еще дает геометрическая прогрессия, будучи в основе равномерно темперированного строя? Самое основное. Почему вы вводили равномерно темперированный строй? Абсолютно правильно. Вы, ну, вы математика. На самом деле, вот доравномерно, значит, геометрическая прогрессия, ну, как и любая прогрессия, устроена одинаково, когда вы смотрите на нее через любое окошко определенной длины. Неважно, вы здесь смотрите или там где-то далеко смотрите, вы видите в реальности одно и то же. У вас и в первом, и в втором случае что-то умножилось на Q, что-то умножилось на Q в квадрате, что-то умножилось на Q в кубе. То есть, как бы вы окошечко не поставили, вы всегда будете видеть одно и то же. А мелодию наш слух воспринимает не столько как абсолютное значение, а насколько вы пошли вверх, какой шаг сделали вверх, насколько пошли вниз. И вот отношение вот этих частот, вот шагов, насколько вверх, насколько вниз, это и есть мелодия для нашего слуха. Так как геометрическая прогрессия выглядит одинаково, начиная с любого места, то вы можете играть мелодию действительно от любой ноты. И для вашего слуха это будет примерно одно и то же. Там всякие тональности мы сейчас обсуждать не будем. Смотрите, вот даже если... Мне уже надо освобождать следующему лектору. Давайте я вам в конце подарю одну фразу. Перед этим, открыв еще следующий слайд, вот действительно в музыке возникает корень 12 степеней звуков. Лейбниц, старший... Да, равномерно темперированный строй появился чуть раньше Бахова, Экместер вел, а Бах, написав свой равномерно темперированный клавир, там коллекцию произведений, собственно говоря, узаконил, и с тех пор мы и пользуемся равномерно темперированным строем. Лейбниц, старший современник Баха, пишет Гальдбаху, которого можно считать первым российским криптографом. А музыка — это тайное арифметическое упражнение души, которое вычисляет сама того не зная. Вот даже если в музыке возникает там корень 12 степеней звук, геометрическая прогрессия, то поверьте, что на самом деле во многих вещах, которые вас окружают, зашито очень много математики. Если ее видеть, то будет, во-первых, гораздо интереснее жить. Это самое главное. Ну, а кроме всего прочего, когда вы будете понимать, какая это математика, вы сможете больше выжить из тех устройств, которые вас окружают. Собственно говоря, мое пожелание к вам, чтобы вы получали удовольствие от общения с математикой, узнавая что-то новое. Кто захочет, найдет книжку «Математические составляющие». Кто захочет, залезет на сайт «Математические этюды». Там в открытом доступе куча всяких мультфильмов. Все, спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok